Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Она выражена в 28-ми людях. Это легенда. Легенда о модульке, которую весь народ к этому руку приложил. Правда, погибли, и очень даже надо помнить, это хранить и рассказывать детям в школе. А вот что вы можете ответить тем, кто считает, что это исторический миф? Ну, значит, это глупость очередная и просто необразованность. И в школе учились только на два. Думаю, что это реальность. Реальность. А если даже это не реальность, в таких случаях во время не было много. Ну, случаи же не просто так образуются. Мне просто кажется, что это реальность, что-то есть такое. Это, наверное, все-таки не миф. 50-50 сейчас же переписывают историю, то-то, то-сё. То есть, не могу сказать точно, прям, конкретно. Так, это было с реальностью. Просто молодежь не поможет. Нас в школе учили, что это реальность. Я-то хорошо знаю. Я этим занимался в своем время. Вы думаете, реальность? А какие доказательства? Ну, мама, я вам сказал, реальность. Более время я готов в самом деле показать вам реальность документов. Вы понимаете, что это реальность? Может, как-то само слово, панфиловцы, наверное, оно как-то... Оно неспроста появилось. Да, да, да. Когда как-то внушают доверие, поэтому верят, что оно было. Это ощущение, что реальность. А, давай загугли. Меня, кстати, больше всего в этой истории насмешили паренек, который говорил о том, что 28 героев панфиловцы – это матросы, которые воевали то ли в империалистическую, то ли в гражданскую войну. Ну, и тетенька, которая доказывала, что те, кто возражает против истории о 28 героях панфиловцев, они, видимо, никогда не учились в школе. И по истории у них была двойка, потому что в советских учебниках, дескать, писали о том, что эти люди все-таки были. Ну, мы знаем, что в советских учебниках, кстати говоря, много всякого бряда писали. Но дело в том, что точка в этой истории была поставлена еще почти 70 лет назад, в 1948 году, при жизни Сталина еще, когда главная военная прокуратура Советского Союза признала вот этот факт о 28 героях панфиловцев литературным вымыслом, который создали журналисты газеты «Красная звезда». Как это все начиналось? Вы же понимаете, что информацию Великой Отечественной в первые дни войны, даже не в первые дни, в первые месяцы войны, советские люди узнавали только по сообщениях Совинформбюро, из которых совершенно ничего невозможно было понять. Там, бои на Аэнском направлении, то есть немцы уже, по сути, захватили десятки советских городов, а сообщения Совинформбюро все еще сообщали о тяжелых боях за эти города. Ну, слушать это, конечно, было можно, но как профессионалы мы же понимаем, что для газеты такие сообщения – это хорошо, но все-таки нужны какие-то более-менее конкретные факты, конкретные факты и лучше всего даже некоторые фамилии. Поэтому всегда важна была информация, в которой бы фигурировали конкретные люди, совершившие тот или иной подвиг, а не просто бои на Аэнском направлении. Фамилии эти, конечно, добывались трудно, и даже когда уже бои продолжались под Москвой, то, естественно, в обстановке тогдашней неразберихи трудно было добыть некую более-менее достоверную информацию. Ну, так получилось и здесь. Кстати, сразу ведь Красная Звезда опубликовала материал о героях-панфиловцах, а потом просто о некоем подразделении, которое остановило немецкие танки. А потом уже, когда, так сказать, эта информация получила широкую огласку и отступать уже, как говорят, было некуда, туда вложили уже конкретные фамилии. И, кстати говоря, на основе этой публикации ведь и людям были присвоены звания Героев Советского Союза. А что же получилось на самом деле? Да, кстати, откуда появилась цифра 28? Ну, журналисты Красной Звезды, ну, автором заметки там был некий Кривицкий, они просто взяли за основу взвод, да? Мотострелковый взвод, там 30 человек, 30 человек. Ну, там была такая интрига, что как бы в этом взводе было два предателя, два предателя, которые хотели сдаться немцам, но сослуживцы быстро с ними расправились. Но когда материал попал на стол редактору газеты Ортенбергу, ну, тот посчитал, что все-таки два предателя на 30 человек – это много, поэтому одного предателя он сократил, он сократил, но как бы не подумали о цифре 28. То есть, по идее, должно быть 29 Героев Панфиловцев. Ну, и сам факт, конечно, на ведь описываемый факт, он, конечно, интересен тем, что эти 28 Героев, у которых были, ну, судя по описанию, только гранаты, они остановили более 50 немецких танков. Даже если представить, что вот эти люди сейчас имели бы современные системы противотанковой борьбы, борьбы, ну, в виде каких-то там гранатометов, да, гранатометов, и то, ну, это и с этими современными средствами борьбы, они бы вышли в бой против немецких танков тогдашнего времени, и то, понимаете, такому количеству людей подбить такое количество танков было бы сложновато, было бы сложновато, чисто технически. Ну, тут вот получилось именно так. Кстати, ну, мало кто знает о том, что вот Панфиловская дивизия, Панфиловская дивизия, все почему-то думают, ну, по крайней мере, большинство, что дивизия, она из тех дивизий, знаете, о которых писали, что вот прибыли сибиряки и спасли Москву, там, даже в советских учебниках, что вот мы там отступали, отступали, потом бои за Москву, начали прибывать хорошо экипированные сибирские дивизии, в конце концов, врага не только остановили, но и погнали назад. Так вот, дивизия Панфилова, она никакого отношения к сибирским не имела, потому что формировалась она в Казахстане и Киргизии, и сам Панфилов, Панфилов, это бывший военный комиссар Киргизии, и служили в этой дивизии по большинству казахи, киргизы, украинцы, кстати, очень много было украинцев, русские, ну, люди новых национальностей, но в основном, это, конечно, казахи и киргизы. И для того, чтобы как-то проиллюстрировать, что все-таки получилось потом на самом деле, я приведу пример одного из так называемых 28 героев-панфиловцев, был такой Иван Добробабин. Во время боя он действительно был контужен, действительно был контужен, долгое время пролежал без сознания, а когда пришел в себя, пришел в себя, то понял, что он оказался уже на немецкой территории, на территории, занятой немцем. И фронт уже несколько откатился вперед, то есть он не был уже у него возможности перейти линию фронта и вернуться к своим. Получилось так, что он некоторое время там где-то блуждал по лесам, по деревням, ну, и в конце концов он пробрался потом к себе на родину, в Харьковскую область, Харьковскую область, Изюмский район, и некоторое время там скрывался, но надо было все-таки как-то жить, и тем более началось как раз там в то время вот это...